К другим новостям. День открытых дверей прошел в холдинге вертолеты России в Томилине. Гостями стали студенты технических вузов, учащиеся школ, представители Люберецкой администрации и многие другие. А кульминационным моментом праздника стали показательные полеты вертолетов российского производства. День открытых дверей прошел в холдинге вертолеты России. Шанс побывать еще в одном музее. Это легендарный В-12. Самый тяжелый и грузоподъемный вертолет из когда-либо созданных в мире. 27 июня 1967 года, то есть почти 50 лет назад, этот вертолет поднялся в воздух. А спустя почти два года экипаж легендарного В-12 установил мировой рекорд, подняв на высоту 2250 метров груз весом в 40204 килограмма. Кстати, этот рекорд не побит и до сих пор. Сейчас В-12 уже не летает, он превращен в музей, но по сей день остается жемчужиной российской авиации. Почувствовать себя настоящими пилотами и посидеть внутри кабины вертолетов гости праздника могли на статической стоянке, где специально для них были открыты некоторые экспонаты. Здесь я увидела много вертолетов, они такие большие, прям впервые вижу, прям вблизи. Больше всего впечатлил В-12. Это самый грузоподъемный вертолет с двумя винтами. Он даже как самолет больше выглядит, с крыльями, и там винты крепятся на крылья. Но самым ярким впечатлением, безусловно, стали полеты по плану летно-испытательного комплекса. В воздух поднялись легенды российской авиации, например, Ми-24. Первый советский ударный вертолет, получивший название «Крокодил» за внешнее сходство с «Аллигатором». Мероприятие посетил глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Я думаю, что Люберцам предельно повезло. Повезло от того, что в свое время первый вертолет в России взлетел с Люберецкой земли. Это был 1929 год. Повезло, потому что две мощнейшие школы вертолетостроения именно на Люберецкой земле – Камова и Миля. Всех гостей праздника ждал концерт и угощение от организаторов. В этом году день открытых дверей в холдинге приурочен к юбилею Московского вертолетного завода имени Миля. В декабре ему исполняется 70 лет.